Всем привет, дорогие друзья, с вами Клауд, на канале Клауд Аэм, и сегодня мы поиграем, продолжаем дальше играть в Car Mechanic Simulator 2015 И вот такая интересная штука есть в опциях, автосалон называется, давайте посмотрим, я вот выбрал самую такую крутую машину из всех, которая там была Вообще машина в игре получается 3... 12 что ли машина, или 6... не, наверное 16, даже может быть больше, я там, честно говоря, не считал, но я так примерно прикинул Ну, сами видите, что это вылитые Mercedes-Benz SLS, да, по-моему, ну, дверь вверх открывается, точнее SLS Ну, SLS, да, даже не палится, в принципе, и вот такая интересная вещь, автосалон, вы можете посмотреть любую машину, повертеть, пооткрывать мне двери Вот, изменить цвет даже можно Смотрите, тут классно цвет смотрится, смотрите, какой классный V8 двигатель Может быть даже с турбонадулом, тут не видно, можно посмотреть, приблизить, смотрите Но Mercedes-Benz SLS не надулы ставят, насколько я помню, Mercedes-Benz SLS ставят компрессоры, они, кстати, более интересные, потому что компрессор работает, в отличие от турбонадула, на протяжении всех лошадиных, всего крутящего момента, то есть с 1000 оборотов до, ну, с нуля, грубо говоря, ну, с нуля он не работает, там, грубо говоря, с 1000 оборотов с холостых работает до, ну, все время работает, потому что он связан ремнем с коленвалом, поэтому, естественно, работает постоянно, в отличие от турбин Турбина работает за счет газов выхлопных, поэтому ей нужно время раскрутиться и так далее и тому подобное Вот, ну, вот такие у меня крутые познания, шутка Что можно еще? О, в смысле, ржавчую можно посмотреть Да ладно Ха-ха-ха Ха-ха Наверняка алюминиевая Ну и, блин, шикарный спорткар Че я вот, что я говорить Вообще, смотрите, можно сейчас вам покажу Дверь закроем Красивая машина Вот автомобили все И вот их тут Раз, два, три, четыре Не четыре, да, шестнадцать автомобилей Ну, шестнадцать этот с малюхом Он у меня довелся стоит Так, получается, что пятнадцать Мы видели сами все эти модели Эти я все помню В виде были-были-были-были-были-были Вот нас сейчас, по-моему, какой-то Magnum подкатил А здесь его и нету А вот и Magnum Хай Мы это все видели Единственное, что мы с вами не видели Вот эту машину Я вам ее показал А, еще вот это Ford Mustang Ну, просто вылитый Ford Mustang Давайте сейчас прямо загрузим И убедимся, что это точно Ford Mustang Вот То есть такая функция автослонг Где можно посмотреть машины Хотя Ну, особого смысла я в этом не вижу Но только кому-то не терпится Посмотреть все машины Ну, вы видите Ford Mustang Ну, он впереди не очень похож Но сбоку Это просто вот по этим окнам Это просто вылитый Ford Mustang Сейчас можно внутрь как-то сесть Нельзя Вот Жалко, что внутрь остается Нельзя в этом режиме Смотрите, какой стильный ржавый Mustang Это та же стильная Это знаете, как Был такой клип По-моему, Dodger рекламировал В чем, Charger, по-моему, рекламировался И там Как Mustang приезжает через все года То есть там Выпустили, допустим Вошел апокалиптис Начался Там какие-то на плате Прилетели То есть там был признак сериалу Звук к сериалу Называется, к сожалению По sci-fi идет сериал Кстати, будет новый сезон Летом Этого сериала Я звук называется Напишу потом в комментариях Если вспомним И там машина, короче Типа, выживает Вот Как машина будет выглядеть Допустим, через сорок лет Во время покалипсиса Примерно, примерно Вот так и будет выглядеть Очень прикольно Тоже сезон Заднеприводная Это все-таки Mustang Тоже и V8 Ставит стандартный Тоже, вы видите, многорычажная Подвеска за этой Стоит очень круто Хотя фары Да, вот фары Смотрите Фары, как у Nissan На GTR Ниссановские фары Ну, не только GTR Помню, что у Nissan Есть такие фары Ну, как видите Как в GTA Люди клепают С двух машин Одну Перед похож на Какого-нибудь Dodge Dodge Dart Ну, что-то такое Ну, немножечко Решёточкой похож Даже, может быть Даже на Lada X-Ray С X-образной Решёточкой Но фары выдают Mustang Ну, профиль Ну, вылеты просто Mustang Ладно, не будем возвращаться Возвращаемся к меню И продолжим Ну, а тем временем Мы продолжаем Автослон был, конечно, прикольным Но мы возвращаемся В наш любимый гараж Где работает только я Вышел очередной патч 1.0.4.2, по-моему В котором добавили Для маслкаров Покрашенные бампера 8 штук И появился режим фотомод К сожалению, не знаю, когда он активируется Может быть R10 Не уверен Ладно, не важно Вот просто вы нажимаете Фоторежим Видимо, как-то графика Как-то подстраивается под красивую фигню Я просто боюсь нажимать R10 Потому что я боюсь Что у меня может Там, допустим Начаться что-нибудь с записью Не то Помню, у меня R10 Стоит, если не ошибаюсь Авермедиа Поэтому Начинаются глюки Хотя, может быть Это Какой-нибудь фотоаппарат Они что-то любят Они что-то любят А, вот он Фотомод Да Так я думал, что сейчас фотоаппарат Вот так вот Вот так вот Можно Давайте Зафиксируем F5 Там нажмем Нет F1 Move Попробуем Чего нет Фов есть, смотрите Эй, ну давай Фокус, фокус, фокус 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 Вот так вот Так, поменяем еще F5 Что-то не меняется больше всего Вот такая-то фотка Как раз будет фотка на этот На 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 привек к моему видео Ну вот такой прикол Так что переселся в фотоаппарат Можете подойти и пофоткать Так У нас магазин красок Покрасили Что у нас вообще здесь творится Я не помню Мне кажется, у нас как-то больше машин было Или у нас три машины Просто когда я загружался игра Показал, что у нас три машины А тут почему-то показывает Четыре машины А тут показывает, что у нас три машины Им, как говорится, виднее Ладно, давайте по сегодняшнику заниматься У нас тут Что за машина Hellcat С кучей проблем Можно выгонять на тест-драйв Fiat с такой же кучей проблем Так, а что проблемы-то? Копка педачи Это не сложно отремонтировать Как это тоже не сложно Даже можно не искать Заводской краской Кузова Ну давайте разбирайте потихонечку Fiat Punta Grande Punta Написали наши проблемы с кузовом Он у него какой-то 76% Бампер Починить сложно Подожди, починить Или заменить сложные детали Потому что что-то странно Как-то, да? Я что, должен еще чинить их, что ли? Задний бампер там присутствует Слушай, он выглядит нормально Почему? Что с ним? 65% Да он, наверное, как новенькая Могу ли починить бампер, кстати? Могу ли только кулак заднего моста? Не удалось А, удалось Подождите, нет Удалось 38% починили Рискую У нас сейчас 50% 50% Давайте попробуем по максимуму 100% Слушайте, одну деталь полностью починила Это хорошо Так, музыка качает Мы тогда на подъемник или что? А, вот дверь какая сжавая Смотрите, я нашел Ага Хотел бы на систему через эту штуку А, вот еще дверь ржавая Неужели с бампером проблемы? Не верю Так, левая передняя фара проблема, да? Нормально смотрелось Какой-то очень заботливо владелец машины Слушайте, я себе Я за музыку себя не слышу Так что переключим вообще в станцию Это мы сняли Надо что еще снять Задний бампер сняли И задняя левая фара Задняя левая фара Ну да, покоца, наверное Согласен Удобный хэтчбэк Я теперь люблю хэтчбеки а внутри мне кажется очень похоже на вот по этой штуке по этой штуке на рено похоже да он таки такие вот в таком виде и вот такие вот такой штуки сделаны даже спидометр почти похож на рено просто вылитый так чуть-чуть снимать руль снимать то не нужно вроде бы я все кузовные детали снял так задний бампер был 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 передние двери обе сняли отлично чить их не могу да не могу почему-то ну может так задумано может анимастер на все руки правильно так что за машина давайте разберемся бьянка будем покупать потихонечку прописываем бьянка так у нас передние двери были проблематичны сразу передняя дверь по мобе это левая нам нужна передняя правая теперь нам нужны левые фары обе и бампер задний да пожалуйста что был задний я не поставил он выходить боди был задний насколько я помню сейчас посмотрим лоханулся ли или нет да нормально так дверку фару дверку и фару и тоже нормально передний бампер чё-то представить перенимание потрескан смотри здесь потрескана со стороны ладно беру светло обратно передний бампер нам нужно еще оказывается купить так что я бы не ошибся так и так получается вот человек вот нормально еще там чуть подумаешь чуть-чуть там поцарапан бампер нафига вот кулькать кучу денег и меняйте бампера еще покрасить машину надо будет свадской цвет давайте покрасим хотя не будем что там еще у нас колка передач и выхлопные трубы остались ну то очень быстро дальше все делается эй вот моя бузька стоит мы будем тебя дальше чинить ну по дзачку заднему это вылитый мустанг да то есть типичный дзачок мустанга просто но по силуэт это чарджер мне кажется хотя вы все спорите но мне кажется чарджер вот все полностью в говне чуть такая музыка жесткая то стала же была такая приятная музыка я ее все громче сделал что было слышно нормально потому что я сам на виде потом он обычно не слышно так режим разборки глушители и вот этот задний тоже подозреваю да да мы их нашли оба да так выхлопная труба задний глушитель средний глушитель понял глушители ой ты не тут глушить а давайте посмотрим что ну там в принципе но бамперы для маслкаров давайте допустим какая-то маслкар был хелкет допустим вот он крашеный бампер залит получается ли не он или это покраска делается может здесь вот кузов ну вот они покрашены немножечко или они покрашены в общем они существуют ребята они существуют где-то там глушитель глушитель так мне нужен задник мне нужен средник и мне нужен какой-то еще а что насчет было закушать кто-то помнит выхлопная труба называется понятно выхлопная труба просто называется из передней нас просто выхлопная труба белиссимо а чё не мало ну принципе в теории конечно же глушитель хрена ремонтируешь по большому счету но в жизни да да так распространяем коробка передач да давайте разбирать где коробка с левой стороны будет бы что мешает там на все мешает во-первых это стартер мешает понятно 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 значит колеса снимать оба придется понял вас сэр открутим хер с вами ой а почему я задний задний чё это открутил то что со мной сегодня коробка то впереди в конце концов откручена так да сейчас многие говорят почему ты не покупаешь собственную машину я еще раз повторяю нужно 9000 опыта и 50 тысяч денег ни того ни другого пока нету так что сами понимаете почему это не делаю стартер скотина всякая двигателя серьезно так я запутался где нахожусь вот так вот это теперь пускаем машину но у этой машины видите стартер снимается сверху а у заднепривных почему-то сзади снимается хотя тут мне кажется удобнее будет снизу снять ну ладно хорошо поднимаем обратно и давайте откручивать коробку по-моему должна уже открутиться я думаю что коробка нормально состоит скорее всего проблема именно с да корзина жопа и скорее всего выжимой нормальный наверное само сцепление жопа скорее всего так корзина жопа и сцепление вижу тоже жопа да там только два было по-моему не справа на стадии да так покупаем диск сцепления и корзина по-моему там одинаково нужно да сцепление нам нужен диск нам нужна корзина они одинаковые стандарты на все машины ну в игре конечно же в реальности так по мне кажется вряд ли прям ну то есть наверное какое-то совпадение существует но не прям так чтоб на все а может вообще там жесткое жесткое несовпадение твои нас уважаемое место для нашего олдскульного суперкара колесики так хорошо валы и колесики стартер на место надо тоже мы же хорошие мастера машина же не заведется хотя столкача в принципе нормально пойдет пойдет так у нас здесь все отремонтировано осталось перекрасить заводской цвет отправляем по этому машину закроем капот ей и в покраску чарджер отправляем на правый подъемник молодец чарджер так покрасочный наш заводской цвет он выбрал он стоит покрасить машину применить красивенькая все сверкает лаком покрашен ну блин вот красили бы все машины за 500 баксов тогда ну красавица давай палец да нафиг чувствую еще по заказам я не смотрел может что-то новенькое интересное но пока оставляем ладно в этом 3 мы будем ученить сейчас даже дождь чарджер буду назвать его дождь чарджером у которого куча проблем и который нужно нажать в треке ээээм магнум темпест магнум да понятно я так в принципе и предполагал что мотор будет перебирать эээээм тогда на стенд Уууу, так мотор в жопу, да? Ууууу, в общем, ребят, вы хотели же перебать полностью мотор у Muscle Car'а с своеобразным двигателем, вот, пожалуйста, прицепите весь мотор. Что еще нужно? Понятно, жопа поршням, скорее всего, или клапанам. Ну, это, понятно, с левой стороны все же зажавело. Это, скорее всего, сцепление или корзина в жопе. Мощности, тоже что-то в двигателе, жопа, тоже, опять же, либо это... Ну, о чем мощность падает? Ну, первый фильтр загрязнился воздушный. Мощность падает. Масло в жопе полное, мощность падает. Плохой зазор клапанов, клапанов, плохо клапанов, седла клапанов расшатались, допустим, да? Или клапаны расшатались. Все это неровно не закрывается, мощность падает. Поршни, поршневые кольца износились, мощность падает. Ну, в общем, дофига вариантов. А, видите, тут проблема с двигателем, полная жопа. А зато ни одна мучается подвески. То есть у нас тут у нас получается двигатель и коробка передач. Поехали разбирать. А, что теперь сейчас все разбирать? У нас 49%, так что развлекаемся. Пока все не найдем. А, фильтр нормальный, показал, прикольно. А, это износилось. Коробуратор тоже нормальный. А, это была крышка рабуратора. Я уверен, что внутри тоже все сломалось, поэтому буду все откручивать. Неизбежно. Так, это у нас называется крышка головки блока цилиндров. ОХВ. Ну, по-моему, ОХВ. Хотя тут два, получается, распредвала должны стоять, да? Получается. О, не распредвала. Да, распредвала. Кольный вал один, он стоит внизу машины. А этими клапами управляет один распредвал и тут один распредвал. То есть на двух распредвалов получается он. Или я не прав? Сейчас посмотрим. А я вот не слил масло, кстати, надо бы слить. Так что давайте заодно и поднимем машину. Где наш масло-приемник? А вот, взяли бы тоже, можно было бы бухать кофе. И сделали, чтобы время дней, дней, суток и погода за 10 работают. Ну, чисто ради прикола могли бы сделать. Чисто поржать. Так, во-первых, сюда. Где-то вот так. Ну, что, угадал, не угадал? Ну, тут шансов мало, что я угадаю. Кстати, масло хорошее, смотрите, масло светлое. О, классная песня. Подон в жопе, так подозреваю. Нет, подон нормальный. Фу, кладется в этих суток 10%. Так, каленчатый вал, то есть он же каленвал. Состояние очень, по-моему, хорошее. А можно, по-моему, проверить. Компрессор нужен, понятно. Да, 8 поршней, круто. Ладно, снимаем фильтры. Они тоже будут откручивать их. Тебе, блин, господи, его на замену нужно. Это проблема с коробкой, так что нужно снимать сразу же еще и... Господи, каленвал, я уже с вами путаюсь. Карданный вал. Снимаем. Значит, не снимем коробку. Ну, мечтаю, считай, какой-то идиот и сбылась. Мы разбираем масло кар. То есть, чиним мотор. Самое интересное. Хотя, судя по ржавчине, по всей машине, я по нему все поменял. Так, надо как-то туда переехать. Отлично. Вот видите, здесь стартер снизу снимается. Он в жопе стартер, видно сразу. Скоробка будет в хорошее состояние, а вот в коробке будет проблема с корзиной, наверное, да? Да, корзина в жопе. Корзина была, да? Точно. Я не знаю, стоит ли отключить дальше эти штуки, чтобы там менять. Пока не будем этим заниматься лишней работой. Снизу я могу что еще снять? Что я хотел? Я могу седла распредвала снизить в теорию. Ну, явно поршни в жопе, да? Поехали снимать распредвал. Так что снимаем седла. Крышка подшипника, не читала он называется. Но, на самом деле, скорее всего, называется, наверное, правильное название на русское. Это седло распредвал. То есть, на чем сидит распредвал? Или клауд, это не клауд. Вот это парад. А, дальше клапан, наверное, ой, в смысле, цилиндры, господин. А, ну, логично, да. Смотрите. Узнает, что стоит эта штука, даже, смотри. Я думал, он не просчитывает, а просчитывает. Цилиндром в жопу, поэтому я не освещал цилиндры. Причем, где-то, наверное, так понимаю. По-моему, цилиндр 4 или... Вышли, строили 3. Будет скоро видно. Так. Видите, в каком в жопе Мерцетре? Хотя, пишут, что он нормальный. То есть, он указывается в 49%. Хотя, состояние по виду... Я бы на таком не ездил. Я не камикадзе. Так. Впускной коллектор. Карбюратор с... Откручиваем. Потому что, по-моему, там клапана должны быть. А, нет, нет, нет. Клапана, конечно, здесь стоят. Ну, давайте откручивайте, господи. Каждый клапан. Каждый рычаг клапана. Я-то понимаю. Нет, смотрите, нормальное состояние. Вот, тоже нормальное состояние. В пределах нормы. 55%. Удивительно. А, вот, по-моему, вот это вот в жопе. Проверка. Да. Ну, то есть, совсем ржавый там, то есть. Эти два нормальных. Но мне бы снимать в любом случае, потому что в машине проблемы с цилиндрами. И, конечно, блока цилиндров не снимется. А, вообще, коллектор надо снимать. Господи, боже мой. Логично. Логично, логично. Теперь снимется, да? Тоже снимем, чтобы не мешало. Свечи выжимаем. Одна свеча в жопе. Я ищу правая в жопе свеча, скорее всего. Да. Господи, еще толкатели снимать надо. Каждый по одному. А что я прокачал? Скоро съема. Скоро съема. И странно, что головку блока цилиндров, нет на них распредвала. Я, видимо, что совсем не разбираюсь в машинах. Мне кажется, должно быть. Зажимы. Хрен заметишь. Так, снимаем дальше. Не, ну вот эти вот клапаны должны толкать, правильно? А толкает их кто? Толкает их распредвал. А, распредвал, что ли, был в самой внутренней, внутри самой крышки, что ли? Где распредвал? Это как-то странно смотрится. Или все-таки должен быть? Я вот сейчас сижу, думаю. Не должен. Не, должно быть тут. Видите? А, вот толкатель клапанов. Получается, распредвал стоит один. И он стоит вот здесь вот. Вверху мотора, получается. Вот почему я... А я думал, что он будет сверху стоять. Интересно, интересно. Еще надо запомнить, в каких местах стояли эти клапаны ржавые. Сколько их там было по количеству, я не помню. Ну, я думаю, что найдем. Полная жесть. Разбираем весь мотор. Причем, вообразный. Он длится, достаточно геморройный по разборке. Вот здесь, получается, стоит долбанный распредвал. И он один. Пока это здесь клапана вот в эти оба стороны. Хер его знает. Все не так просто. Так, ну я могу снять уже клапана, да? А, точнее, поршни. Ой, какие клапаны. Я несу поршни, конечно же. Это нормальные. А я могу посмотреть на них. А, у меня компрессора нету. Я снизу видел, что они в говняцком состоянии. Давайте с ним один посмотрим, в каком состоянии. Ну, с виду нормально. А, вот этот, где-то нормально, да, с виду? А, нет, вот плохой был. Вот плохой был. Два поршни этих плохие были. Понятно. Ну, это тоже не все снимать, потому что проблема, по-моему, с вентилятором. Нет, нормально. Вот проблемная часть у нас. Нормальная, на удивление. Насос, по-моему, был, да? А, нет, вот водяной насос. Там был генерат, где-то, что-то я запутался. Что мы там первое сняли? Что мы там сняли первое? А, что-то, запутали все. Так, а ты, что, не ржавое? Можно повернуть, проверить, вынув из машины. Нормальный оказался. Хорошо. Распредвал нам мешает снять крышечку. И мешает, так я думаю, все-таки надо было разбираться. Но мы полностью разбираем, так с чего выделяться. Но мне кажется, спала, может, нормальное состояние. Подождите, я, может, все нашел. Чего я паристая? По списку все? Нет, не все, чипа. Есть, 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 есть. Осталась проблема. Подвигаются две штуки. Но я думаю, что, возможно, распределы в жопу. Есть такой шанс. Так, а нужно снять коробку дальше. Разобрать. Сцепление. Маховик. Клинчатый вал. Вот он стоит. Ладно. Так, я, может, чуть-чуть не снял? Так, а что я не снял-то? Там же еще крышка была, что ли? Ой, я не заметил крышку. Крышка! Я тебе не заметил, прости. Так, вот и... Стоп, 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 стоп. Крышка за распределение. Там, по-моему, была проблема с ремнем, да, у нас, получается? О, тут даже цепь. Четыре... Да, проблема с цепью. Ну, не нашли. Ну, это было известно. Так, вот он, распредвал. Да, я так и все-таки был прав. Он стоит не на каждой. Это был бы двойной распредвал. А поставили один, и поставили, чтобы он толкал наверх. Хотя можно было поставить два распредвала сверху. Сюда и сюда. Но тогда его нужно было бы подводить два... Ставить две цепи. Надо было встать к распредвалу. Поэтому поставить сюда. Поэтому логично. В принципе, правильное расположение. Грамотное. Спорить не буду. Так. Не снимается. Нужно сейчас снять, соответственно, распредвал. Ой, коленвал. Я реально, вот, ребята, ребята, реально путаюсь. Заговариваюсь, потому что постоянно говорю. А потом убежать, что я не то говорю. Бог, уже в состоянии, кстати. Так, мы что-то еще не нашли. А, ну я забыл же еще вспять, а как аккумулятор. Сейчас посмотрим. Да. Аккумулятор остается. Удавайте блок, но блок явно нормальный в состоянии. Что еще по мотору может считаться, как думаете? Диатор я снимал, он хорошо в состоянии, да. Что еще относится к мотору? Я же весь все разобрал. Что за фигня. В игре постоянно какие-то фиксит-баги и тому подобное. Так, надо подумать еще. Но это к мотору не относится, к тормозам относится. Ну я все снял получается, потому что нечего снимать. Ребята, реально... Это выхлопные трубы, но мы попробуем снимем. Но мне кажется... Может быть, что-то сзади, может быть... Не, ну это тоже считается. Мост считается... Мост считается не мотором уже, правильно, правильно. А, знаете, что может быть? На баке топливная система. Скорее всего, проблема с насосом. Вот здесь вот. Либо бак сам, либо насос. Насос оказался, да? Да. Я уже ведь опытно знаю, где что смотреть. Так, ну машина полностью разобрана. Нас всем с этим поздравляю. Но с пятим уже будем в следующей серии. До конца. Потому что в этой серии мы не уложимся. Вот, в секунду, большой багажник. Маленький. Какой-то он плоский слишком. Вот, саймбл клан сам понравился, ребята. В следующей серии мы продолжим. Соберем до конца мустанг. Ой, мустанг. Ну, по значку мустанга ты отчарджишь, скорее всего. И будем дальше продолжать. Я думаю, мы достаточно быстро уже доберемся до парковки. И пойдем на аукцион, купим все машины. Полностью пересоберем. А так мы уже поставим почти все машины. Единственное, что я хочу... У нас еще две машины остались. Это SLS, Mercedes там был, да? И Ford Mustang. Ой, и Ford Mustang, да. Современный. Все остальное у нас, в принципе, все пособирали. Так что, может быть, даже будем когда-нибудь закругляться. Но все будет здесь от вас. От вашего интереса. К игре. Всем спасибо, смотрели. Всем пока.